Многие заемщики, которые просрочили оплату по кредиту, рассказывают просто ужасающие истории об общении с коллекторами. Вплоть до того, что якобы их даже пытали, хотя в такое очень трудно поверить. Но чтобы достойно и уверенно общаться с коллекторами, следует придерживаться определенных правил. Во-первых, когда поступил звонок от коллектора, обязательно уточните его фамилию, наименование агентства. Обязательно поинтересуйтесь, есть ли коллектор и договор с банковским учреждением, которому заемщик должен. Это все необходимо выяснить, чтобы точно понимать, на законных ли основаниях этот человек пытается выбить договор. Такие подробности еще и нужны, чтобы при необходимости было на кого подавать жалобу. Во-вторых, если коллектор действительно работает на законных основаниях, обязательно поинтересуйтесь о сумме задолженности, необходимо самому заемщику удостовериться в том, что сумма рассчитана правильно. Чтобы сверить данные коллектора и банка, то необходимо подать запрос в банковское учреждение о детализации судного счета. Не лишним будет самостоятельно рассчитать задолженность, ведь ошибки допускают люди. Его работу не запугать заемщика, а получить от него деньги, положенные банку. Лучше всего составить оптимальный график погашения задолженности, ведь коллекторы тоже люди и не будут требовать погашения сразу всего долга, тем более если он сильно большой. Следующее, что может немного упростить общение с коллектором, сразу переходите с ним на «ты», в таком случае всегда доверительные отношения формируются быстрее. Можно с коллектором договориться о личной встрече, ведь не всегда удобно общаться по телефону на рабочем месте. Озвучено Яндекс Спичкит. Хотя по статистике большинство заемщиков совершенно не идут на контакт с банковскими сотрудниками, считая, что обсуждать свои проблемы не стоит с посторонними людьми. А банк, в свою очередь, тоже не будет терпеть такое отношение и, естественно, передаст долг коллектору. Если у заемщика совершенно нет денег, также не стоит прятаться от коллектора. Лучше всего объяснить все честно, показать документы, которые подтвердят трудное финансовое положение, к примеру. Справку с биржи труда и так далее, тогда будет проще общение и есть большой шанс, что заемщику будет предоставлена отсрочка. В случае, когда коллекторы уже приехали домой к заемщику, обязательно потребуйте у них документы. Пускать их в дом или нет – это выбор каждого заемщика. Коллекторы приезжают не ругаться, а налаживать контакт, поэтому не следует вести себя агрессивно. Текст озвучен в Яндекс Клауд. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс Спичкит. Если же коллекторы ведут себя неправомерно, обращайтесь в суд или прокуратуру. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока.